Всем привет! С вами Наталья Мапола. В этом мастер-классе мы с вами будем делать вот такие классные, простые летние браслетики. У меня выполнены в розовом цвете и в мятном цвете. Еще один я доплетаю, чтобы был вот такой комплект. Можно носить как по два, так и все вместе. Будет здорово смотреться. Итак, если вам нравится идея создания такого интересного и очень простого в исполнении украшения, кстати, это может быть не только браслет, это могут быть серьги, кольца, это может быть жгут с подвесками и очень много всевозможных вариантов. Итак, я вам предлагаю сплести со мной вот такой браслет. Нажимайте пальчик вверх, чтобы не забыть и оставайтесь вместе со мной, мы приступаем к работе. Итак, по материалам нам с вами понадобится бисер Тоха треугольной формы. Вот у меня розовый, вот такой вот мятный, белый и, конечно же, серебристый. Бисер весь я покупала в Мелодии бисера. Бисер просто отличного качества, бисеринки одна в одну. Не нашла пока что ни одной бракованной бисеринки. Вот белый. Белый невероятно красивый тоже. Он такой очень глянцевый, невероятно, не знаю, с каким-то таким эффектом даже. Вот такой вот есть у меня бензиновый. Тоже невероятно красиво смотрится, переливается, очень классно. Весь бисер у меня номер 11, треугольный, Тоха биц. Покупайте в Мелодии бисера. Не забывайте вводить промокод Amapolo в специальном окошке в корзине. Вам система посчитает скидочку в размере 5%. Поэтому вы будете довольны, я думаю. Также Мелодия бисера осуществляет доставочку бесплатную, что не может не радовать. Вот такой вот бисер, очень классный, очень качественный. Я думаю, что вам понравится с ним работать, поскольку здесь очень хорошего качества отверстия. Отверстия, то есть через них можно несколько раз проходить иголочкой, даже не совсем тонкой иголочкой, что намного облегчает работу с бисером, с прохождением ниточки, с фиксированием ниточки. Потому что зачастую бисеринки имеют не очень хорошее отверстие и просто лопаются. Здесь такого не происходит, потому что очень хороший качественный бисер и довольно широкие отверстия. Итак, все вроде бы сказала. Да, кстати, всю фурнитуру я также приобретала на Мелодии бисера. Там очень много всевозможных подвесок, цепочек, колечек для создания браслетов и всевозможной другой фурнитуры. А также концевики и всякие-всякие бусины. Очень красивые бусины, огромный ассортимент. Обращайте внимание, заходите, выбирайте. И помните, омопола в окошке, в корзине вводите на английском языке. Я еще раз эту информацию продублирую внизу под этим видео, потому что вы часто задаете свой вопрос о том, где именно я покупаю бисер. Ну, я еще раз вам отвечаю. Мой любимый магазин это Мелодия бисера. Что сервис, что качество материалов на высоте. Все, все сказала, теперь приступаем к работе. Итак, вначале наберем на иголочку 6 бисеринок розового цвета. Набрали 6 бисеринок. И теперь нам все эти 6 бисеринок нужно пройти в обратном направлении. То есть, вот ниточка с бисером, хвостик я закрепила между пальчиками. И теперь в каждую бисеринку я буду проходить на себя. При таком прохождении нити бисеринки будет разворачивать. То есть, то, чего нам и нужно добиться. Вот так складываются бисеринки. Я продолжаю проходить по одной на себя. То есть, нам нужна вот такая лесенка. Шикарной особенностью данного бисера является то, что у него... Это треугольный бисер Тоха. И у него три грани. И он очень интересно укладывается во всевозможные фигуры. Поэтому плести им одно удовольствие. Тем более, он такой ровненький и такой красивый. Итак, вот мы с вами сплели. Сложились наши бисеринки вот таким зигзагом. Теперь нам эту лесенку нужно замкнуть в колечко. То есть, вот у меня рабочая нитка выходит вправо. Я вхожу... То есть, вверх выходит нитка. Я захожу вниз в крайнюю бисеринку. В противоположную бисеринку этого нашего будущего колечка. И как бы сшиваю эти две бисеринки. Конечную и начальную. То есть, прохожу снова в эту же бисеринку. Из которой мы начинали плетение. Затягиваем. Так. И теперь наша с вами задача, чтобы все бисеринки встали уголочком вовнутрь. Чтобы образовалась вот такая фигура. Но они, в принципе, сами становятся. Усилий никаких не нужно прилагать. Вот видно хорошо. Теперь я для большей уверенности, что данная конструкция у меня не рассыпется, пройду по этому колечку еще раз просто иголкой с ниткой. Просто, чтобы закрепить понадежнее. Так. Связали начальный хвостик и рабочую ниточку. И теперь мы выводим с вами из любой бисеринки ближайшей. И начинаем плетение. Набирать я буду по 2 бисериночки на иголку. 2 набрала. Вот у меня выходит нитка рабочая. Я прохожу в соседнюю бисеринку вниз. Так. Сейчас я отрежу, чтобы мне не мешал хвостик, который... Чтобы вы не путали его с рабочей ниткой. Так. Вот елочкой встали 2 бисеринки. Теперь в соседнюю я поднимаюсь бисеринку. Делаю то же самое. Я набираю 2. 2. И прохожу в соседнюю вниз. Затягивать нужно очень хорошо ниточку, чтобы бисеринки не болтались. Так. Теперь я снова вывожу иголку вверх. И ставим последнюю пару бисерин. Набираем 2. 2. И точно так же я прохожу вниз в соседнюю бисерину. Так. Подтянули. Теперь у нас с вами ниточка внизу. Вот внизу. А нам ее нужно вывести через 2 вот эти бисерины. Ближайшие вот так вверх. Так. Когда вы перевернете плетение, то вы заметите, что эти пары бисериночек, вот они никак не закреплены. Поэтому мы с вами пройдем в обратном направлении через этот весь ряд. То есть вот у меня вышла ниточка. Если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. А когда подписались, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео мастер-классы. И я пройду против часовой стрелочки через каждую бисериночку, чтобы их зафиксировать. Чтобы они между собой были зафиксированы. То есть как шьем, соединяем. Я переверну, чтобы мне было удобнее. Так. Просто без бисера прошиваем все бисеринки, которые у нас телепаются. Это как в квадратном жгуте, когда мы с вами сплели все четыре стороны. Мы с вами проходили по всем бисеринкам верхней грани, чтобы их зафиксировать. Здесь то же самое. Обязательный этап. Это прохождение через все бисериночки ниточкой. Вот что получается. Получается вот такое что-то. Как пенечек такой. Теперь плетение будет быстрее и проще. Потому что есть уже за что ухватиться понадежней. Я точно так же набираю две бисериночки. Вот вышла ниточка у меня. Я ныряю в соседнюю бисеринку вниз. Поднимаюсь на дно вверх. Рядышком поднимаюсь вверх. Снова набираю две. Набрала. Снова ныряю вниз на дно. Снова поднимаюсь вверх на дно. Третий раз набираю две. Ныряем вниз на дно. И поднимаемся уже через две. Обратите на это внимание. Вот вышла ниточка. То есть ниточка должна вровень проходить. То бишь вот так. Все. Сплели три раза по две. Теперь объединяем эти бисериночки. Вот они разболтанные сейчас у нас. И против часовой стрелочки я буду проходить через каждую бисеринку. Пока не зафиксирую их все. То есть без бисера. Просто прошиваем. Вот у нас уже с вами три ряда нашего будущего браслетика. Сейчас притяну. Я предлагаю ввести новый цвет. Можно контрастный, кстати говоря. Можно такой же серебристый огонек. Можно белый. Теперь в обратном направлении проходим через все бисеринки, чтобы их объединить против часовой стрелочки. Так. Пока я объединяю ячейки эти. Поставьте мне, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет безумно-безумно приятно. Я буду вам очень благодарна и признательна. Итак, вот мы с вами сплели четыре ряда. Сейчас я буду плести пятый ряд. И мы с вами будем вводить новый цвет. Вот у нас пять рядов мы сплели. И теперь будем добавлять новый цвет. Я думаю, пару рядов будет достаточно для оттенка. Оттенка набираем точно так же две бисериночки. Входим в соседнюю. Выходим из соседней. Еще раз набираем две. Бисер просто идеального качества. Настолько ровненький. Он так здорово укладывается сам. Так, как нужно. Сам укладывается. Я из такого бисера плела колье голубое. Оплетала бусинки. Настолько он классный. И браслет в египетском стиле тоже шикарно смотрится. С таким бисером. Так, вводим через две вверх. Объединяем ячейки. Прохожу против часовой стрелочки. Сплетите, пожалуйста, самостоятельно. Так, как было показано на данном видео. Браслет длиной необходимой вам. И так, вот я сплела два жгутика. И сейчас я их превращу в браслетик. И покажу вам новый способ крепления замочка. Для этого нам понадобятся вот такие небольшие концевики. Или разделители для бусин. Также соединительные колечки двойные. Соединительные колечки одинарные. И, собственно, замочек. У меня это вот такой. Также понадобится удлинительная цепочка и утяжелитель. Несколько, конечно, бусинок. Ну, если хотите, по желанию. И вот такая длинная-длинная иголка понадобится гибкая. И так, что мы делаем. Мы берем наш браслетик. Поскольку это плетение на дебеле. То есть, бисеринки у меня стоят вот так. Вот таким вот образом. Пин сюда я зацепить не могу. И спрятать его я тоже не могу. Поэтому я прохожу иголкой через всю плоскость жгута. Вытаскиваем иголочку. И так, набираем концевик или разделитель для бусин. Шляпочка такая небольшая. Далее я набираю бусинку. Любую, которая вам нравится. Но в моем случае это вот такой биконус. Он мне подходит по цвету. И соединительное колечко двойное. Опускаемся вниз. Бусинка должна придерживать наш концевик. А через колечко мы пройдем несколько раз иголкой. Делаем узелочки. При этом с противоположной стороны. Оставьте, пожалуйста, хвостик для пришивания. Второй стороны замочка подлиннее. Несколько раз я завязываю узелок на самом соединительном колечке. То есть я просто прохожу иголкой через колечко. И провожу иголку в получившуюся петельку. Теперь все как обычно. Нам осталось прикрепить лишь наш замочек. Для этого я беру мои инструменты. Раскрываю колечко. Креплю его к одной стороне браслета. И сразу к нему же креплю замочек. Карабинчик. Закрываем колечко. Далее надеваем удлиняющую цепочку. И крепим. И закрываем. Итак, вот мы с вами оформили края жгута. Вот так он здорово смотрится. Яркий, позитивный летний браслетик. Вот что у нас с вами получилось. Яркий, искрящийся, летний, красивый браслетик. Он очень легкий. Он очень привлекает к себе взгляды. Поскольку он из такого бисера, который не... Вот что у нас с вами получилось. Яркий, искрящийся, красивый браслет. Мятного цвета и розового. Мне очень понравился этот бисер Тоха. Это треугольный бисер. Очень классного качества. Так что из классного бисера получаются классные вещи. Ну, я на этом с вами прощаюсь. Ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всех вас очень-очень люблю. Целую, обнимаю. Всем пока-пока.